Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас расскажу про эту историю. Как вы помните, у меня раньше было много едозубов. Выходило видео о том, как мы узнавали пол в едозуб. Если вы помните, приезжал такой дядечка очень приятный. Привозил своего самца, и мы смотрели на реакцию его самца, на моих самых самцов, чтобы понять, кто где по полу. Потому что у меня не получалось развести едозубов. А у него они каждый год разводились, и не было с этим проблем с определенного времени. У меня как-то не получалось. У меня то переезд, то что-то еще, то зимовки не получалось. Мы с ним приняли решение, это такая краткая предыстория, что я ему отдаю одну самку, чтобы он попробовал спарить ее со своим самцом. Раз у меня с моими самцами не получается. Потому что, возможно, дело... То есть даже его самец особо не реагировал на моих самцов. И дело может вообще не в самках, а именно в самце. И я ему отдала, это уже было больше года назад, я ему отдала самку. Первый год, соответственно, у них ничего не получилось. Никаких там новых попыток даже не было. То есть его самцы так и не реагировали на самку. И мы приняли решение о том, что я оставляю ее еще на год, до следующего сезона, чтобы она отзимовала у него, так же, как зимуют и его самцы, чтобы она полный цикл у него прошла и, соответственно, попробовать спариться с ее самцами. За это время у меня есть много чего поменялось. Поменялась комната, поменялись приоритеты. У меня уже не осталось едозубов. То есть оставалась только эта одна самка, которая была у него. И, ну, в общем, куча было изменений. Я уже думала, что все, не хочу ими заниматься, потому что, не говорю, не получалось с этой группой новую покупать. Как-то не хотелось, потому что непонятно было, что и как. Дальше, ну, какая у них предыстория. И в какой-то момент я даже хотела прям с нуля начать. То есть, когда у этого мужчины родились малыши его разведения, моя самку пропустила, он, в принципе, мне предложил несколько малышей в обмен на самку мою. Но что-то тогда я не захотела. Подумала, ладно уж, если не получится в этом сезоне, будет просто она у меня жить одна. Либо я ее пристрою к кому-то в группу, уже, собственно, у кого есть группа едозубов. Вот. И в итоге я решила ее оставить у него. Ну, и буквально там недели три назад, ну, где-то месяц назад, он начал писать, что Катя приезжает, говорит, я больше не могу их держать, потому что, говорит, у меня еще сидит несколько молодых, которых он себе оставил от своего разведения. И самка не спаривается с самцами. То есть, они к ней подходят, просто ложатся, и она тоже просто ложится, и, ну, никакой реакции нет. Такая же история, которая была у моих самцов. Никакой реакции просто нет. Он говорит, забираю ее, потому что саживать со своей самкой я ее уже не могу. Моя самка беременна. И, ну, вариантов нет, как бы. Он живет в квартире. Ну, я думаю, ладно, заберу. Мы с ним договорились, что спустя неделю я, собственно, ее заберу, подготовлю под нее место, потому что у меня, соответственно, здесь полная перестройка была. Те террариумы, в которых они жили, я убрала. Построила новые террариумы, а те так и остались просто стоять. И ставить их, ну, как бы некуда, потому что у меня здесь все полностью под забитку. Вот. Но единственное, что я придумала, что пока сезон не спариваний, я объединила тегу, потому что они уже не пристают друг другу, потому что сезон прошел. Посмотрите, какой красавец у меня вымухал парень. И девчонка-красотка. Вот они вчера покушали очень плотно. Вот. И раз у них все равно сейчас не сезон, и они не спариваются, то я решила, как бы, их объединить и рядом постоять самку Ида Зуба. Он, собственно, красавец. Смотрите, как он возмужал. Он по возрасту тоже довольно-таки взрослый, но вот именно рядом с самкой, когда, видимо, запах появился самки, он прямо, посмотрите, как возмужал. Но он сейчас, правда, в линьке некрасивый, так он черный, красивый. Сейчас он скоро будет облинивать. А она светлые линии. Му-мух. Женщину свою защищает. Вот. И, собственно, здесь, давай, кто я придумала, объединить тегу и ее забрать. В итоге, и все, я собираюсь ее забирать. Звоню ему, говорю, типа, все, я там завтра могу приехать. Он пишет, нет, подожди, типа, первый раз начал самец к ней приставать. В итоге, как не начал приставать самец, а в итоге он увидел спаривание, они отспаривались, все такое. Ну и дальше уже опять спустя там две недели мне написал, что как бы забирай, спаривания закончились, а самку надо куда-то сажать, потому что, опять же, двух беременных самок он посадить не может. Сейчас покажу. И вот такая красотка к нам приехала. Она сейчас полностью перелиняла. Вообще, еда зуба очень редко так прям полностью-полностью перелинивают. Ему не к чему-нибудь такое остается. Но он сразу сказал, что у него всегда перед родами самки перелинивают полностью, прям в ноль. Вот. Она прям такая вся красивенькая. Я не буду ее там трогать, потому что, наоборот, сейчас более нервная. Во-вторых, как бы, ну, ни к чему это в руки ее брать. Вот. Я ее забрала, красотку. Но она у меня уже сидит неделю. У нее просто все руки не доходили. Или даже больше. Снять видео. Мы предполагаем, что она все-таки беременна, потому что ее очень сильно раздуло. То есть в таком состоянии ее никогда не видела. Самочка, которая перед ней спаривалась, вот буквально на днях сделала первую кладку. У еда зубов такая тема есть, что они могут не за раз класть все яйца, как там другие ящерицы. Они могут откладывать там в течение месяца. Причем это не как вот там у бананаедов или у блефаров, которые там откладывают два яйца, потом через месяц еще два яйца. Здесь как бы вообще такого нет. Она может отложить одно яйцо, там через пять дней отложить десять яиц, там через еще три дня там еще два яйца. То есть вот такая история у них есть. Он сразу меня предупредил, что у него это такая история часто. Вот у него самка отложила уже первых два яйца. Хотя он говорит, что с каждым годом все меньше и меньше растягивается этот процесс, и все быстрее самка откладывает яйца. Так что будем от этой красавицы чего-то ждать. Надеемся, что чего-то хорошего. Но у нее это первая беременность получается, соответственно, первая будет кладка. И как он сказал, что первые кладки, ну вот лично у его едозубов всегда были пустые первые две кладки. Но посмотрим. Все-таки она возрастная, может быть, исключение. Еще мы пришли к такому выводу, что возможно не получалось из-за того, что она другого локалитета. А раньше был хиладера хоридом экзаспиратум, то есть я ее покупала как экзаспиратум, но она больше похожа на хоридом-хоридом. Тут сложно, надо, конечно, статьи поднимать. Может, как-то можно посчитать, кроме как генетически это посмотреть. Предположили, что из-за этого и были сложности с размножением, что просто она как-то отличалась, и самцы ее не видели, и какие-то сложности явно были. Вот, но посмотрим, как у нас будет складываться, буду держать вас в курсе, если она там отложит яйки. Да, ты сладкая-сладкая девочка такая. Более нервная она стала на девочке, в принципе, более нервной. У нее парень был более-менее спокойный. Но сейчас она, конечно, еще более нервная, не кидается. Поверьте мне, укуситься такой штукой очень не хочется, это очень больно, плюс они ядовиты, как я уже говорила. Вот, какие у нас истории тут. Пожелайте нам удаченьки. Мало ли, может быть, повезет, и реально у нее первая кладка будет хорошая. Это вообще, конечно, будет круто. Вот я вам все время показывала раньше корма, когда я их забираю. Сейчас хочу показать, то что даже спустя неделю, то есть сегодня у нас последний день, когда нет кормов, то есть вчера была кормежка, и все скормили. То есть если вы так прислушаетесь на видео, то они вот бегают по террариумам. То есть они неделю дожили до второго скармливания, и все с ними как бы прекрасно. Вот. Так еще и саранча, который вечно не очень хочет жить. Прошла неделя. Мне завтра какую-нибудь новую встречать. А у меня еще здесь запасы есть. Я сейчас пойду и кисом скармливать. Вы посмотрите ей хоть бы что. Тирексфуд. Спасибо вам большое. Просто потрясающее качество насекомых, которые живут, пока их не съедят. Сейчас буду ловить их и понесу кисом, потому что и рептилиям уже по скармливанию саранчу. Но завтра еще и рептилиям докормим. Потому что в основном, конечно, это я беру для кошек, но и для рептилий тоже. Вот о чем я говорю. Даже мелкий сверчок живет. Кого не доели, то есть мы просто уже раскидали, чтобы освободить контейнеры под новую партию. Это так классно. Хотя здесь очень классные ящерки. Напишите, пожалуйста, хотите вы про них узнать или нет. Я их себе завела, ну, относительно. Где-то полгода назад, но что-то никак про видео не сниму. Хотя, хотя это то. Сейчас мы их найдем. Вот это такая прям моя тема. Кошачьи гекконы. У меня аж все должно быть связано с кошечками. Прям я задалась целью где-то примерно месяцев восемь назад. Что-то я их захотела и собрала уж такую неплохую группу. Вот такие красавцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!